МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире встреча в ЗУМ у Арцаха есть будущее в Монке. Тема дня с Грекором Амирзаяном. Армения на форуме древних цивилизаций. Европейский суд по правам человека впервые вынес решение по делу военнослужащего, погибшего во время активного вооруженного конфликта. Почему руководство Арцаха отменило зловещий указ о распуске Арцаха, комментируют эксперты. Документальный фильм об Арменине, прошедшем через этническое преследование в Баку, в шорт-листе премии «Оскар». Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 23 декабря состоялась встреча ЗУМ у Арцаха есть будущее МОКИК, организованная правительством Западной Армении, движением за спасение Арцаха и земляческим союзом Шуши. На встрече присутствовали коренные жители Арцаха. В ходе встречи выступили президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян, председатель движения Земляческий союз Ашот Арутюнян и прочие. Президент Абрамян рассказал о подаче исковых заявлений против властей Баку, составленных на основе жалоб жителей Арцаха, пояснил подробности процесса, проходящего в Европейском суде по правам человека, сообщив, что первые судебные процессы начнутся до конца года. В ходе встречи были обсуждены вопросы, волнующие беженцев Арцаха, на которые президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян дал четкие аргументы. Депутат Национального собрания Западной Армении Третьего созыва Грикор Амирзаян в своем игроблоке коснулся проекта, отменившего распуск Арцаха. Грикор Амирзаян сообщил, что в Ереване на площади Шаумяна расположены павильоны насильно переселенных из Арцаха наших соотечественников, которые предлагают блюда, традиционные кухни и ремесла. Грикор Амирзаян также опубликовал видеоматериал, в котором проанализировал события прошлой недели. Видеоматериал доступен на нашей YouTube-странице WesternArmeniaTV. В Тегеране заместитель министра иностранных дел Восточной Армении Ваге Гевуркян представил политику преднамеренного разрушения и изменения идентичности армянских памятников в Арцахе. Как сообщает Министерство иностранных дел Армении, 21 декабря Гевуркян принял участие в 7-й министерской встрече в форуме древних цивилизаций в Тегеране. В апреле 2017 года в Афинах состоялась в министерской конференции первый форум древних цивилизаций, в которой приняли участие 10 стран – Греция, Китай, Египет, Боливия, Индия, Ирак, Иран, Италия, Мексика и Перу. 10 стран, принимающих участие в форуме, представили основные древние цивилизации – египетскую, римскую, персидскую, китайскую, греческую цивилизации – майя, инков, ацтеков, месопатамскую и долины Инда. Первый форум был организован по инициативе Министерства иностранных дел Греции Никоса Коциаса и при поддержке китайского коллеги Ван И. Как отметил греческий министр, встреча государств великой исторической культуры сегодня актуальна и затрагивает все человечество, являясь форумой мягкой и экономической силы. Армения стала полноправным членом форума древних цивилизаций в июле 2018 года. Своё согласие дали 8 стран-членов форума. 19 декабря Европейский суд по правам человека вынес свой первый вердикт по делу солдат, погибших во время вооруженного конфликта. Комментирую решение ЕСПЧ по его жалобе касательно об убийстве солдат, несущих боевое дежурство на пограничных постах села Чинари. На основании его жалобы адвокат Ара Казарян на пресс-конференции отметил, Обычный Европейский суд отклоняет подобные жалобы. В одном случае суд постановил, что Европейская конвенция о правах человека не применяется во время активной фазы вооруженного конфликта. Адвокат считает этот случай особенным, поскольку армянские солдаты несли боевое дежурство на позициях, но в тот момент азербайджанский солдат, перейдя армянские позиции, внезапно напал и убил их. Они были безоружны. Наши солдаты были заняты быдовыми делами. Следовательно, в момент внезапного нападения не было никакой военной необходимости лишать их жизни или применять против них спиртоносную силу. Согласно решению против Азербайджанской республики, Есепыч принял версию, представленную армянской стороной, и отверг версию, представленную Азербайджаном. Азербайджан сообщил Европейскому суду, что армянские вооруженные силы атаковали азербайджанские позиции, в ходе чего был убит азербайджанский солдат, и армянские подразделения перевезли его тело на территорию Армении. Есепыч определяет нарушение права на жизнь по двум основаниям. Незаконное вмешательство в жизнь и на основании отсутствия необходимого расследования. Жалоба в отношении лейтенанта Шаваржа Меликяна была отклонена на том основании, что он погиб во время активных боевых действий, а в этом случае Европейская конференция неприменима. Советник Самвела Шахараманьяна Владимир Григориан сделал примечательное заявление, отметив, что указа о распуске Арцаха больше не существует. Позже информационный штаб Арцаха распространил сообщение, в котором сообщалось, что Самвел Шахараманьян встретился с руководителями государственных органов, которые продолжают занимать свои обязанности на общественных началах. Во время встречи Шахараманьян, ссылаясь на свой указ от 26 сентября, получивший в последнее время широкий резонанс, подчеркнул, в нормативно-правовой базе Республики Арцах нет документа, предусматривающего распуск государственных институтов. Ранее омбудсмен Арцаха Геамстепанян заявил, в настоящее время обсуждается вопрос о признании указа Самвела Шахараманьяна о распуске Арцаха неконституционном и его аннулировании. Каким образом будет инициирован этот процесс, пока не ясно. В беседе 168 АМ российский эксперт по Кавказу Станислав Тарасов сообщил, это довольно неожиданное заявление, которое требует глубокого изучения и анализа. Хотя на днях в азербайджанской прессе появилась информация, что указ Шахараманьяна члены правительства считают неконституционным. Фактически эта новость была достоверной, обсуждение было и было принято такое решение, заметил он. Однако, по словам Тарасова, на первый взгляд можно предположить, что это делается для отмены указа, положившего конец азербайджанской операции в сентябре, после чего карабахские армяне покинули Нагорный Карабах, то есть он был подписан под давление. По мнению аналитика, это в первую очередь делается для того, чтобы и впредь осуществлять работу правительства Арцаха в Армении, а также для того, чтобы иметь возможность поднять вопрос о правах карабахских армян. Какую конкретную работу это правительство проводит сегодня, какие конкретные результаты дает и даст в будущем, это другой вопрос. Однако, по всей вероятности, есть возможность продолжить работу правительства и показать миру, что хотя армяне и покинули Нагорный Карабах, но те структуры Нагорного Карабаха, которые работали в прошлом, продолжают работать на территории Армении и будут заниматься вопросами прав армян. Вторая важная задача, естественно, касается будущего и будущих развитий. Возможно, для каких-то возможностей, которые сегодня трудно понять, поскольку власти Азербайджана уже диктуют ситуацию в Карабахе, согласно которой армяне могут жить по конституции и законам Азербайджана. В Карабахе армян не осталось, что является ключевым обстоятельством. Однако, во всей вероятности, что если в будущем армянам будет предоставлена возможность вернуться в Нагорный Карабах, то эти структуры смогут выполнять определенные функции. На данный момент могу лишь сказать, одна из целей касается настоящего, другая к возможному будущему. Ведь право карабахских армян на возвращение в Нагорный Карабах обсуждается и в России, и даже на Западе. Трудно представить, как это возможно и при каких условиях, когда Азербайджан занимает жесткую позицию в этом вопросе. Карабахские армяне заявляют о непризнании этих условий и предпочли покинуть Нагорный Карабах, чем жить под этим диктатом. Однако предпринимается какой-то шаг, который в настоящее время не внушает больших надежд, но в определенной ситуации может оказаться полезен, заключил Тарасов. Короткометражный документальный фильм Бенна Праудфута и Криса Бауэрса «Последняя ремонтная мастерская» вошел в шорт-лист 96-й церемонии награждения кинопремии «Оскар» вместе с 15-ми другими фильмами. Герой фильма Армянин. В фильме рассказывается о четырех преданных своему делу мастерах, которые следят за созданием более чем 80 тысяч студенческих музыкальных инструментов Лос-Анджелеса и главный менеджер Стив Баграмян, подвергшийся этническим преследованиям в Баку в 1980-х годах. Фильм вошел в шорт-лист номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» и был выбран из 114 фильмов, представленных в этой категории. Фильм «Последняя ремонтная мастерская» можно посмотреть на YouTube-канале «Лос-Анджелес Таймс». Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим будущим нашей страны, информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Рубена Сасун-Ци «Сасун». Сасун-Ци «Сасун» Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова